НЕСУМНЫЙ ПЕРАПЫНАК — Ярослав, привет! — Здравствуйте! — Ох, действительно, как же можно остановить эти чудесные звуки? Ты знаешь что, единственная информация, которую я почерпнул тебе, это то, что я зачитал. Две строчки. Молодой, талантливый, виртуоз, лауреат конкурсов. Если ты бы сам себя представлял, что бы ты наговорил? — На самом деле я не люблю себя так представлять, о чем-то говорить. — Я говорю, но другого сказать нечего. — Ну, есть еще у меня одно такое высшее звание, наверное, лауреат специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. — Так, а ты, скажем так, ты из молодежи белорусской гитарной, ты самый талантливый. — А в чем вообще для тебя выражается талант гитариста или его первостность, что ли, лидерство? — Ну, мне кажется, что в первую очередь человек-гитарист, он должен быть музыкантом. То есть есть понятие гитарист, который играет по нотам, ставит ему ноты, и он играет вот что-то там видит. И человек, который, не глядя в ноты, может придумать, аранжировать абсолютно в любом стиле, сыграть произведение Ганна Себастьяна Баха так, перевернуть все это с ног на голову, это будет очень классно звучать, красиво, и это понравится абсолютно любому любителю музыки, ценителю. Вот это вот музыканты, это талант называется, когда человек, допустим, в своем деле делает какие-то абсолютно разные вещи, а не только в одном направлении. — Где-то я прочитал про гитаристов, что... Ах, если хотите... Сейчас, 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 если найду... — А, что нужно сделать, чтобы заставить гитариста перестать играть? Поставить перед ним ноты, а как заставить пианиста забрать у него ноты? — Есть такой момент, да. — Правда? — Есть такой момент, но это касается только, наверное, тех гитаристов, которые в музыкальной школе очень мало уделяли время читки с нот. — Скажи, у тебя на гитаре что за роспись, чей-то автограф? — Знаменитый гитарист группы Scorpions, Matias Yaps. — Угу. Ты больше роковое направление предпочитаешь? — От классики до рока. — У нас... Я понял, я понял, широкие у тебя возможности. У нас немного остается времени до рекламы. Вот у тебя есть буквально полторы минутки, чтобы что-нибудь нам показать вживую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА — Сразу чувствуется, что кровь потекла по венам, по жилам. Я где-то даже выписал строчки лорки в переводе Цветаевой. И неустанно гитара плачет, как вода по каналам плачет, как ветра над снегами плачет, не моли ее о молчании. Ну и не будем просить тебя о молчании. Очень скоро возвращаемся в студию, продолжим разговор с нашим гостем. Себры, нагадаю, сегодня у нас в гостях Ярослав Макарыч. Выдатный, на мою думку, выдатный гитарист, приемный человек. Поразмовляем. И вы так само это отчуете. Нагадаю, коли хочете долучиться, 1.062. Ваши пытания, за уваги, макчима некие теплые слова. У адрес музыканта все прямое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неосумный перопынок протягивается на Белорусском радио. В гостях у нас Ярослав Макарыч. Гитары, ставусь так, больше не буду говорить. Зараз протягнем размову с Ярославом. 1.062 номер для ваших пытаний. За уваг, для слов подяки. Ну а по кулюзгадаю выказывание належить кому? Джимми Пейджу. Помню, я услышал две гитары и бас. И подумал, черт, я хочу тоже так, как они. В этой музыке столько энергии и жизни. Ярослав, скажи, ты когда-то давно, когда решил, что буду на гитаре, тоже кого-то услышал, что-то увидел? Да, да. Мой преподаватель, когда я ему рассказал эту историю, мне было 7 или 8 лет, я не помню, и в клубе гитаристов в Декамазе проходят часто там концерты. И на тот раз, когда я присутствовал в зале, выступали наши очень известные минские белорусские музыканты. Один из них это Владимир Угольник был. Конечно. Вот. И Дмитрий Ларионов. Вот. И когда я услышал Владимира Угольника, который играл на электрогитаре, я прихожу на урок к Валерию Владимировичу и говорю, вот мне понравился дядька в шляпе. Большой такой. Он чуть не упал там просто со стула, когда, ну, то есть классический музыкант вот меня развивает по классике. А я сказал ему, что мне понравился дядька в шляпе, который там на электрогитаре чесал. И вот после этого потом я увидел, как играл один из моих кумиров Дмитрий Ларионов. Я, кстати, вот с Дмитрием Ларионовым. 31 мая у меня был большой сольный концерт. То есть так вот жизнь повернулась, что мой кумир жил у меня дома и выступал на моем вечере гостем. Знаешь, что мне... Хотя нельзя мне так говорить, что мне жалко. Но вот смотри, у тебя таких в жизни большие события происходят. Ты играешь с большими музыкантами, бесспорно. А об этом мало кто знает. Это проблема чья? Ну, может быть, я ошибаюсь. Может быть, знают все, только я об этом не слышал. Но мне кажется, что об этом как-то мало. Но в интернете я ничего не нашел. Ну, на самом деле, я не знаю, чья это проблема. Может быть, это моя, что я это как-то мало рекламирую. Сидишь тихонечко сам себе что-то проигрываешь. На самом деле, я стараюсь и во всех соцсетях всегда информацию разбрасывать. И на YouTube-канале своем размещаю видеозаписи. То есть, ну, как-то у нас это, наверное, непопулярно. Хотя моя задача, моя самая главная задача — это популяризация классической гитары. во всех ее, в принципе, направлениях, жанрах и возможностях. Скажи, твои сверстники, когда слышат твою игру, говорят, ну, что ты скокотища-то завел? Дай что-нибудь нормального. Я не знаю, что там сейчас модно. Почему? Сверстники, они как бы понимают, они уважают мой труд, понимают, чем я занимаюсь. Я посвятил этому всю свою жизнь. И как бы они могут попросить только сыграть их какую-то любимую композицию, песню эстрадную. И когда я начинаю играть на гитаре, то это совсем другой разговор из жизни. Когда молодой человек говорит, я посвятил всю свою жизнь гитаре, у меня аж прям за сердце хочется схватиться. Сколько тебе лет? Нет, мне сейчас 21, но я с 5 лет, можно сказать. Меня отец стал обучать. У меня ни детства, ничего не было, по сути. Ну, что ты слезу из меня выжимаешь. Ну, вот сыграй. Вот детства не было, сыграешь на эту тему. Как у тебя не было детства? Ну, это чтобы гости, люди, которые нас слушают сейчас, не говорили, что... И они представили. Боже мой, Ярослав, какое же у тебя было детство. Азнавур, боже мой, боже. Легран, по-моему, или что? Легран это, да? Нет? Ну, это история любви. Да-да-да. По-моему, Леграна. Ну, хотя не будем об этом спорить. Ладно, идем дальше. Леша, скажи, у тебя, ну, вот чтобы быть во всеведении, твое ближайшее выступление когда, где намечается, если не секретно? На самом деле, до моего самого главного ближайшего выступления будет еще очень много концертов. Но я лучше обозначу самую главную дату. Это 24 ноября. Дворец культуры Минского тракторного завода. Прошу заметить, что ДК МТЗ будет после реставрации. Там абсолютно новый зал. Новая акустика. Новое здание. Все по-другому. Кресло удобное. Кресло очень удобное. Видно все хорошо. Видно прекрасно. Зал стал на 200 с лишним мест меньше, чем был. То есть он стал очень компактный. Вот. И в этот раз абсолютно новый формат. Ну, может быть, уже что-то такое было похожее на предыдущих вечерах. Но сейчас первое отделение я играю перед занавесом. То есть за мной будет занавес. И такой классический гитарист в костюме с бабочкой. Сидит, играет классические произведения. И потом антракт. И во втором отделении пойдет вообще такая интересная история. От, наверное, от джаза до рока. Там фьюжн, там блюзы. Все, что только вот можно себе представить с целой группой. С бэндом. Барабаны, бас-гитара, клавишные инструменты. И еще один гитарист может помогать. Эрик Клэптон сказал о блюзе. Блюз — это индивидуальное искусство. Один человек с гитарой против всего мира. У тебя есть такие же ощущения, когда ты исполняешь что-то блюзовое. Пока, наверное, еще не сталкивался. Не дорос до Клэптона. Не дорос до того, чтобы исполнить Каватину сейчас в эфире. Мы послушаем. Можешь представить сам это произведение. Чем оно для тебя близко, дорого может быть. Произведение это я разучил, когда учился в колледже. Его мне посоветовал мой профессор Валерий Живолевский. Очень известная композиция Каватина Стэнли Майерса. Это, в принципе, произведение к фильму, насколько я помню, «Охота на оленей». Гитара, как человеческая душа, передающая послание миру всего через шесть струн. Я так разумею, что и наш гость, так самое нечто хочется сказать и нам, и Свету. Ну а что зараз его спросим? Ярослав, ты когда что-то исполняешь, ты... Посылаешь какую-то мысль твоим слушателям в мир, во вселенную, в космос, не знаю куда? На самом деле, да. Есть в каждом произведении своя история, свой сюжет. И в чем заключается талант каждого исполнителя, тоже есть такой момент. Если человек просто играет, хорошо даже, если играет, но у слушателей в голове нет никакой картинки, видеоряда, неважно, о чем хочет рассказать исполнитель. Если ничего не происходит, это пустой музыкант. Я всегда стараюсь вкладывать в произведения, которые исполняю, какие-то истории. Они известны, естественно, только мне. Как они доходят до зрителя, я не знаю, но я уверен в том, что они реально доходят, мои вот эти посылы энергетические, и захватывают у них дыхание, и потом я получаю хороший аплодисмент. Ох, как ты сказал, у меня опять пошли прям мурашки. Ну вот как бывает, тебя неловко чувствуешь, общаешься с молодым человеком. Ну, у нас все-таки есть какая-то разница в возрасте, хотя я... Она небольшая, всего 5 лет. Ой, дорогой мой, у меня... Ладно, не будем потом. Хорошо, аж забыл, о чем хотел спросить. Скажи, пожалуйста, про... Значит, прочитал я где-то о гитаристе Эдж, есть такой гитарист у Юту, знаешь, наверное. Так вот он на концерты возит с собой 45 гитар и список еще оборудования, педалей и так далее. Скажи, твой список гитар и оборудования, что включает? На самом деле, так как я классический гитарист, мне очень повезло в этом плане. Мне не нужно столько много педалей, как у Эджа. То есть ты берешь только струны и поехал, а на что-нибудь их на какую палку натягешь? Нет, у меня есть на данный момент уже 4 гитары. Одна гитара фламенко, вторая, которая сейчас у нас в студии, она более универсальная. На ней можно играть и фламенко, и классику, и блюз, джаз, и романтическую музыку. Есть классическая гитара, на которой исполняю только классику. Определенные произведения. И есть электроакустическая гитара, которая мне помогает во всяких моих рок-проектах, клубных проектов, с бандами музыкальными. То есть, подожди, давай все по порядку. Коротко, если можно. Есть отдельная гитара для фламенко? Она строит другой какой-то? Строит тот же тембр другой. Она и размер другой у нее, и она очень сильно отличается. Из Испании, из Валенсии, самая настоящая фламенко. Как тебе не завидовать? Слово за словом все, зависть и зависть. Хорошо, ну, добрая, правда. Белая, что называется. А теперь это в твоих проектах. У тебя много проектов каких-то сторонних, да? Ну, я стараюсь развиваться, да, во всех этих направлениях, так сказать. Молот, силы есть, надо дерзать. И в оперном театре я сейчас задействован в спектакль «Кармен». Очень благодарен Галине Леонидовне Голговской, режиссеру спектакля, что меня заметили, пригласили. Также... Ты на сцене исполняешь какую-то партию? На сцене играю, да, композиции в стиле фламенко, испанскую музыку. Там идет танец в этот момент. Также я аккомпанирую дуэту из Камильо и Кармен. Тоже там есть такие действия. Вот. Принимаю участие в театре в малом зале Александровской, тоже в камерных концертах. Клубные проекты? Что это за клубные проекты? Клубные проекты — это уже такая более эстрадная жизнь с нашими певцами, с нашими звездными, так сказать, людьми. Там Герман Титов, Ален Хитт, Сергей Лаковский. Герман Титов поет подживую гитару? Герман Титов и стихи читает подживую гитару. Ну ты сейчас меня просто сразил вообще. Хорошо, давай возвращаемся к Кармен. Очень бы хотелось услышать, что ты исполняешь там? Или, может быть, ты что-то предложишь фламенко? На самом деле там происходит такое интересное действие, как танец в компасе. И, получается, моя задача просто на протяжении одной минуты выдержать четкий правильный ритм и с правильными акцентами, и с правильными паузами в этот момент. То есть там происходит такая вот история начала всего этого. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 меньше их делать, чтобы не было промаха, либо вот как-то уже мучиться выкручиваться. Но то, что будут казусы, это не избежать. А скажи, а в быту ты вот, знаешь, есть такое ощущение от многих, от музыкантов классических, там, что такие все рафинированные, ничего не делают. Ты какой в быту? Да неправда. Допустим, если я от себя говорить, я и за картошкой езжу, и за яйцами. И мусор вынесу. И мусор. И елку поставлю, потом ее в мае вынесу. И все как-то. Колеса поменять, если она... У Бориса Виана есть еще выражение. Гитара — инструмент, который делает вас ленивым. Что ты на это можешь ответить? Ленивым. Ну да, побрончал, положил, побрончал, там, не досочинил, не доиграл. Ну, или это любые люди есть ленивые, а есть... Это зависит от человека, мне кажется. Но для меня гитара — это огромный мир, который неизведан, я считаю, ни одному из гитаристов в этом мире не был, не будет. И для меня так естественно, что я никогда до конца не изучиваю этот инструмент, потому что это мини-оркестр гитара, и тут можно такие вещи придумать, вытворять. Ярослав, дай какой-нибудь все, много говорим, дай какой-нибудь минутки на полторы нам, пожалуйста, изведанную тобой вещь. Ну, давайте я исполню очень известную композицию. Кстати, не так давно автор покинул нас из этой жизни. Роланд Диенс — французский, замечательный, гениальный композитор и гитарист — фальшивая танго. фальшивая танго — фальшивая танго — фальшивая танго — фальшивая танго — Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я научился играть на гитаре только потому, что это очень нравилось девчонкам Все парни с гитарами У нас остается очень мало времени буквально Ярослав, я когда общаюсь и вижу талантливых людей У меня на самом деле сердце замирает Такая есть внутри воображаемая, как говорят, скорбонка, шкатулочка Вот этих бы людей я туда клал бы И иногда показывал миру, смотрите, какие есть чудесные Я восхищен, правда, нашим общением, нашей встречей Тобой, твоим талантом, обаянием Ну, про талант, правда, не мне судить Но уж насколько могу, сужу Мне только остается пожелать, чтобы на любой концерт Который в твоей жизни состоится Было не достать билетов Ну, если это важно Может быть, это не самое важное Но как бы это все-таки показатель успеха Ну, а у тебя есть возможность еще очень коротко пригласить всех на свой концерт Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, поклонники живой музыки, поклонники гитары 24 ноября во дворце культуры Минского тракторного завода состоится большой стольный концерт моего проекта «Гитарный вечер» Всех очень с нетерпением там буду ждать Ярослав Макарыч у нас у студии Сябрыни Особный перапынок протягивается Вельмих утка вернемся